АНГЕЛИНА МЕЛЬНИКОВА В вольных упражнениях она лучшая в старом свете. Кстати, это первая большая победа воронежской гимнастки после серебряного успеха в Рио. Иными словами, первая за последние 8 месяцев. Но мало кто знает, каким тяжелым получился для 16-летней Ангелины путь на этот румынский пьедестал. У меня ничего не получалось. И вообще я очень хотела отдохнуть после Олимпийских игр. У меня сразу соревнования были. Мне очень было трудно. Я уже прям плакала и говорила, что я хочу отдохнуть очень сильно. Мне не хочется тренироваться пока что. Потом как-то на тренировках просто и тренеры помогали, и девочки больше веселили. И тренировки в удовольствие проходили, поэтому было легко. Последние два месяца Ангелина не знала покоя. Изнурительные тренировки чередовались с сложнейшими стартами. После национального форума в Казани она выступила в Штутгарте, Венеции, наконец в Лондоне. И лишь на Туманном Альбионе Мельникова осталась без медалей. Впрочем, в этих турнирах гимнастка принимала участие не ради наград. Каждый старт был для нее очередной репетицией чемпионата Европы. Они помогли как-то, наверное, я набралась больше опыта выступлений. И мне было даже сейчас на Европе проще выходить, справляться с волнением. Я как бы не особо волновалась. А вот, допустим, когда я поехала в Штутгарт, там я прям волновалась. А потом там у нас Италия, Лондон. И как бы соревновать за соревнованиями и проще было выходить уже на Европе. А пока Ангелина в преддверии чемпионата Старого Света покоряла турнир за турниром, у ее наставников в Воронеже сердце кровью обливалось. Хватит ли у хрупкой гимнастки на все это сил? Тяжело то, что она очень большую нагрузку перед самым стартом основным. Я считаю, что все-таки Европа это как бы основной старт для нее был. А у нее до Европы одни за другим были этапы Кубка мира. Поэтому, конечно, ей было очень тяжело. Она устала, она старалась на каждом выступлении. И то, что она и вторая была, и то, что команды они там хорошо выступили. Все равно это все накладывало на нее усталость. Конечно, в Румынии все ожидали от Ангелины медали на отдельных снарядах, но в первую очередь надеялись на успешное ее выступление в многоборье. Однако по итогам квалификации Мельникова осталась даже за пределами первой десятки и, как следствие, с бортом финала «Абсолютки». Я после Олимпиады уже не расстраиваюсь. Ну, я поняла то, что мне это не нужно расстраиваться за какие-то соревнования. Мне кажется, это не самое страшное, что может произойти. Так что не расстраиваюсь вообще. Причем в квалификации Ангелина сорвалась сразу с двух снарядов с бревна и с брусьев, получив от судей меньше 13 баллов. У меня в последнее время вообще все падения неожиданные, потому что я физически вроде бы готова, а вот именно морально я как-то очень сильно боюсь упасть. Из-за этого у меня прям в голове сбивается, и я падаю. Вот, ну, не знаю, как будто бы черная полоса какая-то у меня была. Именно вот почему-то в голове у меня такое, то, что у меня что-то не получится, хотя раньше у меня такого не было. Вот как я травмировалась перед Олимпиадой, и у меня начались мысли то, что я не смогу выступить или еще что-то там. Ну, я точно такие же и сейчас, то, что я где-то упаду, то, что у меня что-то не получится. Раньше такого не было, и все нормально было, а сейчас вот такое началось. И я пыталась как-то вот после Лондона, у меня все получалось на тренировках, что я выкидывала все мысли из головы плохие. Вот, а потом как-то приехала в Румынию, и опять как будто бы как-то некомфортно становилась, и все опять началось заново. Так что борьбу за медали Мельникова продолжила только в вольных упражнениях, о них чуть позже, и в опорном прыжке. Но здесь Ангелине подняться выше восьмого места не удалось. Да, в первой попытке за два винта она получила свои заслуженные 14,4 балла, но второй прыжок общую картину заметно подпортил. От пьедестала Мельникова оказалась очень далека. Ну, прыжок было бы сложно, потому что у нее второй прыжок еще не готов, сырой. Вот, поэтому, да, она в финале на прыжке прыгнула, ну, скажем так, неудачно. Но в распоряжении Ангелины еще оставались вольные упражнения. Ее новая программа, которая стремительно покоряет мир, история Ромео и Джульетты, рассказанная на языке спортивной гимнастики. Я вообще хочу сказать большое спасибо нашему хореографу, Буровой Альге Васильне, за то, что она все это сделала. И музыку тоже как бы выбирала она, но отправляла мне, я согласилась на эту музыку. Вот, и потом мы вместе работали над этими вольными, и получилось очень красиво. Мне очень-очень нравилось, но мне было очень тяжело, и с акробатикой я вообще не представляла, как я вообще могу сделать с вольной с акробатикой. Но потом просто делала очень-очень много, и стало нормально. В Румынии свои вольные упражнения Мельникова исполнила бесподобно. Какие-то комментарии здесь излишние. Мельникова исполнила бесподобно. Мельникова исполнила бесподобно. Это было гениально. Зал встретил выступление нашей Ангелины бурной овацией. Не поскупились и судьи, одарив Мельникову оценкой в 14 с лишним баллов. В последний день чемпионата Европы юная гимнастка, напрочь позабыв о все предыдущие неудачи, выиграла золото. Уже второе в карьере. Я вообще не волновалась. Я думала, что мне нужно чуть-чуть совсем потерпеть, полторы минутки вытерпеть. Вообще не хотела честно выходить. И думала, главное не сдаваться. И вообще не волновалась. Просто выходила как будто бы как на тренировке. А после того, как я сделала третью диагональ, я поняла, что ей все хорошо встало. И думаю, ну надо, по-любому надо встать. И все, встала и молодец. Ну а сразу после окончания чемпионата Ангелина вернулась домой в Воронеж. Здесь она не была уже несколько месяцев. Поездка на малую родину стала для нее своего рода еще одним вознаграждением за победу в Румынии. Правда, на общение с мамой и папой, с друзьями и подружками, тренеры сборной отвели Мельниковой лишь пять дней. Так что все они были расписаны по минутам. Причем на первом месте оказался не отдых, а школа. В учебе вообще у меня так загружено все. Я вот вхожу в школу утром, потом приезжаю и начинаю делать уроки без конца, потому что мне нужно сдавать все. Вот так, ну вообще, хотела бы отдохнуть, просто посидеть дома там два дня, просто полежать на кровати. Уже за следующей неделей в жизнь Ангелины возвращаются тренировки. Начинается подготовка к новым стартам, главным образом к чемпионату мира в Канаде, который в октябре венчает нынешний сезон. И, конечно, в Монреале Мельникова тоже попытается подняться на пьедестал. По крайней мере, веры в это после успеха в Румынии стало гораздо больше. Черную полосу в своей жизни Ангелина наконец-то преодолела.